Девушки отдыхают За почетом голосов, за нарушениями, за теми данными, которые приходят от социологов В эту студию приезжают гости И в первую очередь я хочу сейчас обратиться к Сергею Кудимову Наш корреспондент следит за тем, как оглашали данные экзитполов Давайте еще раз напомним, вот как по данным социологов распределились голоса Важные цифры, цифры, от которых многое зависит Сергей, пожалуйста Здравствуйте, Дмитрий, у нас действительно есть последние результаты экзитпола Которые совместно провели Центр социальной мониторинги Украинский институт социальных исследований имени Еременко И вот цифры по состоянию на 8, на 20.00 В следующий парламент попадает, согласно этим цифрам, 7 политических партий Практически без изменения результат у блока Петра Порошенко 23% У Народного фронта 19,5% Вот если сравнивать с результатами по состоянию на 18.00 Более чем на 0,5% прибавила самопомощь У этой политической партии 11,7% Без изменений результат у оппозиционного блока радикальной партии Олега Ляшко И в его свободы 9,9%, 6,6%, 5,8% Соответственно и более чем 0,2% потеряла Батькивщина У этой политической партии 5,5% Согласно данным экзитпола Не проходит следующий парламент Сильная Украина, гражданская позиция и коммунисты У этих партий около 3% Дмитрий Спасибо, Сергей Кудимов, с последними цифрами Я напомню, в нашей студии Олег Ляшко Алексей Кошель, руководитель комитета избирателей Украины Олег, а вот почему те, кого сейчас наш корреспондент назвал В зоне вылета, почему они не проходят? А что не так с теми, кто остался за бортом? Ну, по крайней мере, согласно данным социологов остался Я думаю, что это треба в них запитать Ну, а как вы думаете? Я думаю, что люди не поддерживали Очевидно, не переконали Кигипко чего не пройшел Ну, это же очевидно Приклад Королевской Кигипко, это Королевская номер 2 Вкинули бабла немиряно в рекламу А результат нульовый А почему? Потому что в Кигипко немае стержня В Кигипко немае яиц, понимаете? Тому он и не пройшел Чего не пройшел Гриценко? Ну, потому что Гриценко хочет все сделать Но вы его только призначите Верховным Главнокомандующим А только тогда он что-то будет делать, понимаете? Так, иди в зводочку на Схидному фронті Покажи результат Это про меня оппоненты брехали Что я ледь там постановки какие-то роблю на тому фронті Але ж, когда вы посмотрите результаты голосования на Схидном фронті Приважно большинство из військовослужбовцев голосовали как раз за меня Чому бы я щотижня там? Бо майже кожна з них я знаю в обличчя А вони знають мене и мої побратими там Добре, вы говорите про те, как голосовали Давайте просто зараз дознаемося данной про явку Если есть возможность, давайте нам Вот прямо сейчас организуем связь с Центризбиркомом Валентина Левицкая там должна дежурить Можем ее услышать? Коллеги? Да, прекрасно У нас есть возможность поговорить с Центризбиркомом Валь, а каковы последние цифры по явке? Кто проголосовал, кто не проголосовал? Кто был самым активным? Что можно нам сказать? Добрый вечер, Дмитрий В Центризбирком сейчас продолжает поступать информация о явке избирателей Окончательной цифры пока нет И цифры на таблоны электронно меняются каждую минуту По состоянию на сейчас могу сказать, что в среднем явка по стране составила около 53% И как нам объяснили в Центризбиркоме, тенденция в Украине такова, что на внеочередные парламентские выборы обычно приходит меньше избирателей, чем на очередные парламентские выборы Ну и по традиции Западной области Украины, в частности Львовская и Волынская, оказались в передовиках Они обеспечили самую высокую явку, а самая низкая, что вполне ожидаемо, на Донбассе В среднем там сейчас цифра 29% Но был один округ в Донецкой области, который преподнес сюрприз, показав явку в 50% Мы долго не могли понять, как же так, тем более, что в мирное время центр этого округа находился в одном из районов оккупированного ныне Донецка А секрет оказался прост Оказалось, что своим решением Центризбирком перенес центр этого округа на территорию, которая сейчас подконтрольна украинским властям А такую вот дружную, активную явку обеспечили военнослужащие украинские, которые пришли проголосовать Это те военнослужащие, которые сейчас воюют в зоне антитеррористической операции Так что мы ждем продолжения вот этой вот явки И уже начали поступать первые данные о первых бюллетенях, которые в электронном виде передают в Центральную избирательную комиссию Дмитрий Валь, у меня короткий вопрос А по поводу происходящего в Центризбиркоме Вот есть кто-то, кто пришел с жалобами, с претензиями? Или ЦИК работает достаточно спокойно в рабочем режиме? Центризбирком работает абсолютно в штатном режиме А что касается жалоб, то, как нам рассказала на брифинге заместитель главы комиссии Жанна Устанко-Черная Поступили всего лишь 18 жалоб А вот те нарушения, о которых там указывалось, они не настолько критичны Чтобы где-то на каком-то участке или на каком-то округе выборы были признаны недействительными Это по информации пока на сейчас Спасибо большое Ну, слышите сами, порядка 18 жалоб только в Центризбиркоме Странная на самом деле ситуация Вас удивила, Олег, да? Есть еще один округ в Донецкой области, где, на мою думку, триваются фальсификации Это округ, где балотируется Юхим-Звягильский Территория этого округа так же находится под оккупацией Центр виборском так же вынес этот округ в центр за межи на свободную территорию И станом на 20-ую годину закрытия выборов в этом округе проголосовало 800 выборцев 800 выборцев И Звягильский становится депутатом Это нонсенс Из 200 тысяч средняя чисельность округа 800 человек проголосовало И Звягильский становится депутатом Чему? Я вам скажу, для чего эти махинации Робила влада, до речи, робила эти махинации Чтобы Звягильский, как старший депутат, открывал новый парламент А если бы влада не делала эти махинации И Звягильский не стал бы народным депутатом Завдяки 800 выборцам, такого никогда не было в истории украинского парламентаризма Чтобы мандат народного депутата окремал, завдяки 800 голосам То кто бы открывал новый украинский парламент? Народный, новообранный народный депутат Украины от радикальной партии Юрий Шухевич, сын легендарного командира УПА Романа Шухевича Так вот, влада пошла на маніпуляции Для того, чтобы Юрий Шухевич, сын Романа Шухевича, не открывал новый парламент Они вынесли из оккупированной территории округа Звягильского на свободную территорию И дали возможность Звягильскому стать депутатом Звягильский старше от Юрия Шухевича на один месяц Так вот я считаю принциповым, чтобы новую Верховную Раду Открывал сын командира УПА, а не Юхим Звягильский Алексей, ваше мнение по поводу нарушений Ну вот только что в ЦИКе нам сказали, что всего 18 нарушений зафиксировано Неужели так мало? И по поводу проблемных округов Ну, вы знаете, есть знаменитый 50-й, 59-й Что там было сегодня? Насправді, сегодня у нас працювали 4000 спостерегачів Ця чисельность трішки больше Мы можем говорить про велику кількість фактов Але варто говорити не мову и цифры Потрібно говорити про тенденции Перше, 80% всего, что сегодня фиксировал комитет выборцев Украины И другие общественные организации Это процедурные и технические вопросы Тобто мы можем говорить Станом на 8 вечера Что в целом в Украине Открывались выборы В соответствующие законодательства И международных тенденций И демократических норм Поэтому сейчас не должно быть никаких политических спекуляций Навколо темы законности Принаймні, станом на 8-му годину вечера Потому что нас ждет еще нелегкий вечер Можливо, даже ниже под рахунку голосов Если говорить про проблемные округи Правда, есть несколько проблемных округов Есть так называемый округ Олеся Довго на Кировоградщине Есть 220 и 217 в городе Киеве Сейчас эти округи под поселенным контролем нашей организации Скажем, на 220-му На каждой больнице есть представитель комитета выборцев Есть факт Он приезжает мобильная группа Мы оперативно реагируем Плюс мы впервые безпрецедентно Синхронизировали свою работу Максимально из Министерства внутренних справ Факт, который известен на Автоматично известен правоохранным органам Я думаю, что за подсумками выборов Завтра мы увидим остаточные данные Принаймні, частину по мажоритарных округах Я думаю, что есть основа говорить Про несколько проблемных округов Можливо, в 2015-м году По этих кольких округах Мы увидим новые выборы Но, в целом, сегодня Досить позитивное впечатление От выборчей кампании Будем сподіваться, что ночь так же пройдет хорошо И в Украине выборы завершатся Я могу вас отпускать Я тоди просто останненькое запитание У вас теж позитивное впечатление От выборчей кампании? Я хотел бы сказать, что, конечно, нет Жодных представ для того, чтобы кто-нибудь в Украине Или в мире сказал, что выборы в Украине не произошли Переважно, это были демократичные выборы И слава Богу, что они произошли Бо мы получили новую Верховную Раду Где не будет регионалов, где не будет коммуняк На превеликий жаль, будет так званый опозиционный блок Из колишних регионалов Но я думаю, что мы их как-то переживемо Но, однако, было очень много моментов, которые, на мою думку, все-таки ставят подсумки в тих или иных межах проведения выборов Позбавили військовых права голосовать Больше 20 тысяч військовых на Донбасе не проголосовало Это ганьба, это аморально И влада винна в том, что защитники вітчизни не проголосовали Ну и остальное, что я хотел сказать От кому-то, что радикальная партия програла Бо социологи писали там 13% Друге место Это высокая планка, которые говорили Друге место, друге, третье Я скажу словами британского премьер-министра Вінстона Черчилля Ніколи не сдавайся и ніколи не зупиняйся Я вважаю, что это наша перемога Что радикальная партия сегодня победила Мы имели фракцию в парламенте За нас проголосовали миллионы людей И только от нашей работы залежит Чи будем мы дальше в парламенте, я имею в виду на новых выборах Будем працювать, будем выправдовывать доверие людей Значит будет не 30 человек пращи, а 230 Не будем працювать, закінчим так само погано, как закінчили и другие Поэтому я хочу щиро подякувать нашим выборцам и сказать Мы сегодня перемогли Дякую за разговоры, я знаю, что у вас инший эфир Дякую, что до нас завитали Но, как видите, Олег Лешко единственный политик, по крайней мере, за сегодняшний эфир Кто произнес эту фразу Будем работать хорошо, останемся в парламенте Не будем, вряд ли останемся в этом парламенте Забавно, что вот в первый день В тот момент, когда только результаты появились Политик уже об этом думает Ну, всем бы так, ладно, хорошо Есть важный момент, мы говорили о проблемных округах Но есть еще проблемная территория 12 кресел в новом парламенте так и останутся пустыми Это депутаты, которых обычно избирали в Крыму В РК и Севастополе почти 2 миллиона избирателей Но в этот раз большинство жителей Крыма Не принимали участие в парламентских выборах Почему? Спросим прямо сейчас нашего корреспондента Юлию Крючкову Есть возможность ее услышать? Юлия, добрый вечер, спасибо, что дождались Скажите... Да, Дима, большинство жителей... Да, я хотел как раз спросить А почему так мало крымчан проголосовало? Да, Дима, большинство жителей Крыма Не приняли участие в парламентских выборах Одни потому, что уже не считают себя гражданами Украины Другие потому, что боятся С некоторых пор политическая активность на полуострове Может стоить свободы Обыски и задержания проукраински настроенных крымчан Уже на полуострове не редкость Мы спросили жителей городов А что они думают о выборах в Верховную Раду То, что сегодня выборы в Крыму знают практически все Да, Боже упаси, нам и тут хорошо Когда нужно выделить время Поехать туда, там остаться, проголосовать Это вообще на другой материк Поехать и проголосовать А смысл мне туда ехать? Ну, я вообще за территорию Крыма ни разу не выезжал Во-первых, чтобы ехать что-то надо И деньги на дорогу, и то, и все Ну, интереса нету Чтобы крымчане смогли отдать свой голос Им нужно было действительно выехать на материковую Украину Так было и на прошедших президентских выборах Но тогда, чтобы проголосовать, на материк выезжали массово Самыми активными были крымские татары В Симферополе они собирались у здания Меджлиса И целой автоколонной ехали в Херсонскую область По данным Меджлиса, тогда проголосовало несколько тысяч людей Сейчас же данных о проголосовавших нет Издание Меджлиса опечатано Вот что говорят активисты Я сам не поеду, потому что я знаю Тогда я сто процентов меня сюда не запустил Разве здесь соблюдаются все законы? Разве не срывают украинские флаги? Ну и только что спасибо нашему корреспонденту Только что мне сказали начался брифинг Петра Порошенко Если есть возможность, давайте прямо сейчас увидим В режиме реального времени, что там происходит И что говорит президент Что значная часть наших украинских выборцев не проголосует Друзья, я пишусь украинским народом и я пишусь украине Подивите, я думаю, что после президентских выборов 2014-го В этом году виборы парламентские выборы також были зразковыми Повністю співпали экзитполы Я очень надеюсь, что обракуна голосов будет очень быстрым Никто не будет его затягивать И мы уже наступного тижня будем мать остаточные результаты Незважаючи на то, что закон отдаёт 10 дней на оскаржение И развлекать сформирование новой Верховной Ради Новой парламентской коалиции Новой большинства и нового уряда Никто не будет Я думаю, что результат, когда демократичные, проевропейские силы Набрали майже конституционную большинство И впервые владные партии набрали больше 50% Это впервые в истории Украины Это действительно вражает И это даёт абсолютно четкое понимание Что это тот кредит доверия, который украинский народ Украинская государство, украинское общество Дало политическим силам для того, чтобы Негайно стартовать с процессом реформ Конечно, мне приятно, что по всем, без исключения экзитполам Политическая сила блок Петра Порошенко Заняла первое место Но это не так важно Негайно важливо Надзвичайно важливо, что мы Нарешті будем мати Проукраинскую и проевропейскую большинство Для всех политических сил Яких я запрошу В коалицию Мы подготовили коалиционную угоду Вона не про посады Вона не про партійные квоты Вона про чуткие завдания Что и когда нам нужно делать Вже негайно И какие квалификационные критерии Мы должны выставить для каждого Я уверен, что и Верховную Раду Чекают значные изменения В том числе и значим скорочением Кількости комитетов Они не нужны Это все из минулого Когда мы пытались дать Хабаря по принципу квотному Для того, чтобы каким-то чином Утримать кого-то в коалиции У нас в коалиции Будет тримать Инши принципи Инши ценности Я думаю, что будет Скорочена и кількость Посад в уряде И это то, что сегодня Мы должны сделать И я уверен в том, что Для того, чтобы не втрачать час Коалиционные консультации Начнутся уже завтра До которых, я думаю, что Лидеры партии Всех запросят На сегодняшний день Я счастливый еще одной Подией Бо свой ранок Я начинал о 7-й ранку Когда вилетел в зону АТО Для того, чтобы переконаться Что и украинские військовослужбовцы Мают возможность реализовать Своё конституционное право И обрати собі владу Для того, чтобы Не дать никому Зірвать выборы В том числе и на Донбассе И чтобы Ти дельницы Яки Зранку намагалися Утримати від открыття И в Дзержинску И в Славянску И в Луганске області Мы это просто не дозволили сделать И я уверен в том Что это наша Спильная перемога Хотел бы наголосить Что эту Нашу позицию Поделяют Значная кількість Закордонных лидеров Яки уже Висвелили своё Глибокое задоволение Как проходили Виборы в Украине Яким чином Была забезпечена Ефективная работа Екзитполів И я не маю жодного сумніву Что и результати Мают Спивпаста Это только подтвердило Нашу прозорость Нашу открытость Нашу демократичность И нашу проевропейскість Еще раз скажу Я всем надзвичайно задоволен И могу только подтвердить Что работа начинается Через 45 минут З завтрашнего дня И мы не собираемся Аж ніяк Гай по часу Я дякую Всім журналістам Яки ефективно Висвітлювали компанию Яки Робили максимум Можливо для того Чтобы в країні Була збережена Свобода слова Яки забезпечували Прозорі підходи Щодо Висвітлення Всіх учасників Виборчого процесу Я впевнений в тому Что все у нас Буде добре Ми обов'язково Переможемо Слава Україні Героям слава Шановні колеги Маємо час Маємо час Для кількох запитань Першого Дум плюс один Ну вот ту картинку Которую мы получаем Это прямой эфир Это то, что прямо сейчас В эти минуты Проходят Происходят В штабе блока Петра Порошенко Там мой коллега Евгений Киселев Евгений скажите А в те минуты Вот пока Мы не видели Что происходит в штабе Вы все видели Своими глазами Какова атмосфера Что предшествовало Приезду президента Что изменилось С его приездом Как его встретили Ну что-то вы видели Наверное Во всяком случае На мониторе Который у нас здесь стоит Было видно Что вы транслировали По крайней мере Часть выступления Петра Алексеевича Здесь в зале Где собрались В основном журналисты Ну на самом деле Где-то в течение Почти целого Предыдущего часа В основном Здесь были одни журналисты Которые кучковались Промеж собой Обсуждали Разные возможные варианты Дальнейшего развития Политических событий В стране Различные варианты Коалиции Возможные кандидатуры На пост премьер-министра Всякое прочее Хитросплетение Потому что действительно Ситуация Ну скажем так Сложная Непростая По-прежнему Вот сейчас кстати Вот кстати сейчас Петр Порошенко Только что Объявил о том Что он готов Внести Ту кандидатуру Премьер-министра Которая будет Поддержана Новой коалицией Уже Там Самое ближайшее время Но опять-таки Никаких конкретных Фамилий Не Называется Ну вы знаете Дмитрий Я готов Попробовать Задать сейчас Напрямую вопрос Петру Алексеевичу Если Только Там Мне будет Предоставлено слово Как Пробовать Мне Давайте попробуем С удовольствием Дмитрий Евгений Давайте так и сделаем Как только у вас Будет возможность Задавать вопрос Президенту Мы это будем Транслировать В прямом эфире Конечно Ну хорошо Тогда давайте Я передаю вам Слово Обратно в студию Потому что для того Чтобы задать вопрос Надо В крайней мере Попытаться на себя Обратить внимание А какой вопрос Что 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 вы хотели бы Чтобы я спросил Глава государства Доволен ли он Результатом этих выборов И все таки Тем как они прошли Хорошо Я часто С вами Последний мая Прошло Как и Конгресс Но Я Два Питания Спробую Питания Ведущей правды И Иноземные медиа Будь ласка Якщо маете Питания Будь ласка Поднимайте руку Украинская правда Господин президент Про Шеремен Украинская правда Евгений Кажется Вопрос Я могу Делать По телефону Я Делать Делать Ну Евгений Алексеевич Попробует Еще поговорить С президентом Как только у него Будет такая Возможность Мы просто Вернемся В прямой эфир Я Представлю Еще одного гостя Александр Притыка Президент агентства Инвестиционного менеджмента Здравствуйте Добрый вечер Спасибо большое Что приехали Добрый вечер Скажите А чего Украинский бизнес Ждет От этих выборов Каким будет Линия нового парламента Что должно быть решено В первую очередь Ну Украинский бизнес Я думаю Что Со мной Солидарно Будут Очень многие люди С одной стороны С надеждой Воспринял Результаты Первое Потому что Эти выборы Состоялись Что Есть Достаточно Большой Коллектив Единомышленников Которые Хотят Процветания Хотят Успеха Нашей страны Потому что Если у нас Не будет успеха То мы Государство Несохраним То есть Для нас Это определенный Вызов Что вы вкладываете В понятие Я имею ввиду Если не будет У нас успеха Успешная страна Не будет Успешное управление Страной То мы не сможем Сохранить Это государство Второй позитив Это то что В течении Ближайших Четырех Пяти лет Выборов Не будет Это само по себе Беспрецедентно В новейшей истории Украины Я Помню что Ну Более трех лет Наверное А то и двух Мы все время Находимся В состоянии Каких-то выборов И это позволит Политикам Причем Всех политических сил Заняться Строительством страны Заняться Строительством Государственности Тревога С другой стороны Существует Потому что Несмотря на Всеобщий патриотизм И желание Сделать страну Успешной И процветающей Существует Еще проблема А Какими силами Это делать То есть Можно хотеть Но Не обязательно Это получится Потому что Все зависит от того Какие кадры придут В правительство Да Какие кадры придут В государственное управление И как они смогут Реализовать Вот эти амбициозные задачи Я Более 20 лет Занимаюсь управлением Различными проектами В различных Отраслях Промышленности Хочу сказать Сожалением Что Государственное управление И кадры Государственного управления За это время Прошли Так называемый Негативный кадровый отбор То есть Качество Государственного управления Неуклонно падало Все это время И На самом деле Сейчас Перед Президентом Перед Парламентом Стоит очень Серьезная задача Но вы рассчитываете Как это сформировать Это правительство Потому что На ошибки У нас нет времени Ситуация в стране В экономике В финансах Очень драматичная Если мы сейчас Опять наделаем ошибок В кадровой сфере Наделаем ошибок В стратегии Реформирования В стратегии Ошибки что Вы имеете ввиду? Ошибки? Что может быть сделано Не так? Основная проблема Что может быть совершена? Основная проблема Страны на сегодняшний день Где взять деньги? Все знают Что денег в стране нет Экономика падает Если кто-то Интересовался Доходы государственного бюджета На 80% Сформированы За счет бизнеса Что такое бизнес В Украине? Это несколько десятков Тысяч человек Самодостаточных Наиболее активных Наиболее грамотных Способные Создать свое дело Способные Прокормить Кроме членов Своих семей Еще И наемных работников Есть несколько сот Крупных бизнесменов Которые И формируют Вот эти все доходы Государственного бюджета И Мне кажется Что новое правительство Должно начать Диалог с бизнесом Более того В правительство Особенно В отраслевые Министерства Должны прийти Люди Которые бы Хорошо знали Отрасли Которые хорошо знали Проблематику И которые бы знали Что нужно сделать Для того Чтобы бизнес Мог вытянуть Страну Из тупика Ведь Что происходит На сегодняшний день Увеличить налоговую нагрузку Для бизнеса Практически Уже нереально Если мы будем Увеличивать налоговую нагрузку Александр Вы знаете Я Слышу вас Но просто Вот мы сейчас Для зрителей Говорим достаточно Тяжелыми Конструкциями Тяжелыми формулировками Вы могли бы Вот очень простым языком Сказать Вот как для Знаете Что американцы говорят People from the street Для людей Что нужно сделать Каких ошибок нужно избежать Думану правительству Необходимо В первую очередь В первую очередь Сформировать правительство И это Вот обнадеживает Спич президента О том что это будет сделано О том что это будут Профессиональные Люди Которые умеют И знают Что нужно делать Да Это самое главное Второе Необходимо начать Диалог с бизнесом То что происходило Вот последние Там несколько лет Да Диалог с бизнесом Был немножко Однонаправленным То есть Налоги давай Обвинения Во всех Грехах И так далее И так далее Да В частности Вопрос Там коррупции Да Общеизвестный Да Бизнес коррупции Не имеет отношения Коррупция Находится Во властных Институтах Особенно Последнее время Когда Во власть Приходили люди Не с целью Выстраивания Каких-то Конкретных Механизмов Государственного Управления А с целью Обогащения Вот это Необходимо прекратить И это в силах Сделать Именно Государственная Власть Что происходило Например В тендерных Закупках Я должен вас Прерывать Евгений Киселев Задает вопрос Порошенко А затем все-таки Давайте мы послушаем Да Да Это Вопрос Который Я все-таки Должен вам задать Все-таки Кто ваш Кандидат В премьер-министр Уважаемый Евгений Вы так долго Пытали Юрия Луценко Я с таким наслаждением Смотрел Как вы 16 раз Задали один И тот же вопрос Это действительно Талант журналиста Извините Мне за это деньги платят Не извиняю Я наоборот Комплименты вам отпускаю Но В самом начале Я сказал Что это Ответственность Парламента Ответственность Коалиции Мы наконец-то Должны построить Новую модель Взаимоотношений Избирателей Депутатов Коалиции Правительства И президентов То есть вы хотите Сказать вам Вам все равно Кто будет Премьер-министром Если вы меня Ответите Евгений Я с удовольствием Приглашу вас Сейчас на сцену Но На сегодняшний день Я бы очень хотел Чтобы мы В парламенте Предлагали Новые традиции Если вы хотите Меня спросить Вижу ли я Народный фронт В качестве партнеров По коалиции Мой ответ Да Это основные Наши партнеры Основные Это наши партнеры Мы точно Должны быть Вместе А кто еще? Слушайте У нас Будет открытое Предложение Для очень многих Для очень многих То есть Позиция такая Я Ну Может быть Может быть Ну точно Не для оппозиционного Блока А то я вижу Народ Заволновался Нужно было Как-то это Откомментировать Но Я заинтересован Чтобы у нас была Коалиция 300 голосов Я заинтересован В том Чтобы мы провели Фундаментальные изменения Конституции В том числе Изменения По децентрализации Которые Без которых Страна не выживет Я не буду сейчас Рассказывать Там о сущности Изменений Но Значительная часть И судебная реформа И реформа децентрализации Требует Конституционных изменений Поэтому наши двери Будут открыты И Требования будут Не по фамилиям Квот не будет Готовы ли вы отдать Квоту министра Такой-то политической силе Запишите Чтобы не забыть Нет Потому что Это я обещал Украинскому народу Квот У нас Не будет А вот кто Да И при этом Это не будет Так вот сейчас А потом пусть Премьер там Набирает себе Какую-то команду А все от этого Отстранятся Нет У нас в том-то и дело Есть эти 10 дней Когда мы должны Сформировать Я очень надеюсь Лучшее Правительство Украины Потому что Никакое другое С теми вызовами Которые сегодня Стоят перед страной Не справятся Спасибо На эти ночи Дякую Машинамни коллеги На все добре Дуже дякую Иван И спасибо Дмитрий Ну я не знаю Вы сейчас Слышите меня Видите Евгений Мы вас видим Слышим Более того Я хотел вас поблагодарить За вопрос Который вы задали президенту На самом деле Этот вопрос Все наши гости Пытаются весь вечер Сегодня обсуждать Спасибо Что вы этот вопрос Задали И знаете На самом деле Это успех Ваш успех Мой успех Наш общий успех Когда президент Следил Вот за тем Как вы расспрашивали Юрия Луценко Смотрят нас с вами Значит смотрят Действительно Ну Мне больше К этому добавить нечего Спасибо большое Вы очень важные новости Принесли в наш эфир Спасибо за вашу работу Евгений Киселев Напомню На нашей второй площадке В штабе блока Петра Порошенко Мы еще с ним Увидимся И услышимся Если можно Давайте сейчас Переключимся На Днепропетровск Там Наталья Грищенко О ситуации В городе О том Как выборы прошли Да Дмитрий На фоне Относительно спокойной Картины голосования По большинству районов Центром напряжения Стал Кривой Рог Дело в том Что сегодня Там стреляли Прямо посреди Белой дня Неизвестные Находясь в автомобиле Фольксваген Выпустили очередь Стоявшую неподалеке Шкоду Двое мужчин Находившиеся там Получили ранения Негоспитализированы Их жизни Ничего не угрожает Узнав об этом Инциденте Международный наблюдатель Депутат Европарламента Милослав Рансдорф Выехал Сразу на место события Если ведутся Такие дела Что Цель Это напугать людей И я думаю Что Дело главное Чтобы Ну Украина Стабилизировалась И люди Которые Занимаются Такими Такими Действиями Они против Демократической Стабилизации Украины Но В милиции уже заявили Что к выборам Этот инцидент Никакого отношения Не имеет Дело в том Что ни стрелявшие Ни пострадавшие Не являются Ни членами партии Ни членами Общественных организаций Машина известна Хозяин машины известен Предварительно По Нашим данным Стреляло Ближайший избирательный участок От места происшествия Находится на расстоянии Одного километра Скорее всего это относится К каким-то межличностным отношениям Или к каким-то разборкам Ну и сейчас в области Введен план Сирена Ориентировки Стрелявшего Разусланы По всем постам ГАИ Я хочу добавить Что сегодня На избирательных участках Области Была достаточно Неплохая явка Во всяком случае На участках Где мы побывали Наблюдатели говорили Что приходилось видеть До ста человек За час Ну и характерная Особенность этих выборов Однако Многие избиратели До последнего раздумывали Держа в руках бюллетень Они не знали За кого Отдать свои голоса Я вообще не знаю За кого даже Буду голосовать Сейчас посмотрю Сейчас виски Просто Ну и так же В области Зафиксированы Единичные случаи Нарушения В частности Когда избиратели Пытались Вынести С территории участков Бюллетени на улицу Но в целом же Участки закрылись Вовремя Пока ситуация Спокойная Судья Спасибо Наталья Грищенко К инциденту В Кривом Роге Мы еще вернемся Ну действительно Нашумевшая история Будем еще сегодня О ней обязательно Говорить Давайте вернемся К гостям Проходите пожалуйста Все кто к нам приехали Так Ну будь ласка Леворыш Фарворыш Кумоек Зручнише Командир батальона Айдар Сергей Мельничук Вечер добрый И Руслан Кашвилинский Добрый вечер Скажите Скажите А ваш батальон Як он проголосовал Чи была возможность Проголосовать у ваших хлопців Хто залишился А хто не есть Зараз у отпуска И отряджения Змоги проголосовать Так и не было В них Вони не проголосовали Не проголосовали Звичайно Скодуют Тому що У нас Основная масса Батальона Це вихідці З Майдана І вихідці З Луганской області Яких Найбільше всього Хочуть Змін Якихось І Не дати їм Проголосувати Це Це дуже Дуже погано І Гарант Разом Із Верховною Раду Мали були Забезпечити їх Тому що Ці люди В першу чергу Хто відстоюють Державність Мали були В першу чергу Проголосувати Але це ще не все Є 105 округ Який Взагалі не голосував Там був претендент Реальний претендент Який міг би Також Долучитися В Верховній Раді До нас Їм теж Не дали проголосувати Як просто По простому Скажіть мені Як на вашу думку Думаю Що Верховна Рада Не дала Її була Можливість Але вона не дала Зрозуміло Руслан Кошлинський Я нагадаю Представник Свободи Скажіть Будь ласка Як ви прокоментуєте Ці цифри Екзеполів Які Весь сьогоднішній вечір Всю сьогоднішню ніч Ми оголошуємо Як для вас Ці цифри Це показник того Що після Майдану Три засадничні моменти Які я можу відзначити Це є Підняття патріотизму Завуважте Всі політичні партії Сили Які вже Згідно екзеполів Проходять Всі Окрім однієї Мають Одних героїв І на Слава Україні Якісно відповідають Героям слава І ті герої для них Однакові Окрім однієї Такого ще не було В історії країни Коли люди Сповідують Ну це як правило Всі патріотичні партії Всі проукраїнські партії Які говорять І мають одне бачення Окрім однієї Тому треба Ну скажімо Вітати Наскільки патріотичніша Стане Верховна Рада Після Майдану Друга ситуація Що можемо говорити Про солідаризм суспільства Який показав Що все-таки Кого він хоче бачити У Верховній Раді І ось Що би не говорили про українців А суспільна свідомість Висока політична культура Збільшилась після Майдану І це ознака голосування Ось такого У Верховній Раді Тому можу говорити Що те що ми зробили Як свободівці Даше можливість Вийшовши з коаліції Провести позачергові вибори Правильно Пан Руслан А що до свободи Ну тим не менш Свобода десь на межі Я дуже сподіваюся Що буде в парламенті Але Як ви поясните ці цифри? Все це дуже просто Якщо в 12 році На правому фланзі Була одна свобода То сьогодні Практично Весь спектр Це і є праві Праві ліберали Праві демократи Але всі праві Окрім того Ще велика частина Якої не показує Екзитполики набрали там 2% Це все люди Які сповідуть праві цінності Сьогодні Якщо свобода в 12 році Була одна на правому фланзі То сьогодні Величезний спектр На правому фланзі І це є Достатньо вагомий Завдання для свободи Як боротьба вже не просто Однієї партії А вже між правами Боротьба программ Давайте напомним зрителям Сейчас те цифры Которые принесли нам соціологи Напомню Це не окончательні результаты Всего лишь дані Екзитполов А вот наскільки вони будуть Отличаться від реальності Прямо зараз і узнаем Якщо можна дайте слайд Давайте цифры напомним Ітак Ми провели собственный соціопрос Ну не зовсім ми Соціологи По заказу нашої программы По заказу нашої редакції Провели соціопрос Так вот Согласно данным Екзитпола Блок Петра Порошенко Набирает практически 23% голосов 19,7% у Народного фронта 11% у партии Самопомнич 9,9% оппозиционный блок 6,6% радикальная партия Олега Лешка 5,8% у Всеукраинского объединения Свобода И 5,7% Батьківщина Соціолог Ольга Балакирева С нами сейчас на связи Да, да Ольга, скажите Если можно, во-первых, объясните мне Где у нас связь с Ольгой Да, Ольга, я вас слышу, но не вижу Сейчас нам Замечательно Помогли нам наши режиссеры вас увидеть Спасибо, что присоединились Скажите А вот цифры на 6 и на 8 Они все-таки немножко отличаются Чем вы объясните это различие? Вы знаете, мы данные собирали сегодня три раза Мы еще собирали данные по состоянию на час дня И они между собой несколько отличались Это абсолютно нормальный процесс Потому что избиратель разный Активность разная У нас всегда активность отличается в разных регионах В сельской местности, в больших городах Поэтому данные несколько колеблятся По этим параметрами отличаются Поддержка политических сил Но я бы не сказала, что данные изменились существенно Потому что они все изменились в рамках Того отклонения статистического, о котором мы говорили И сохранился рейтинг политических сил И мы не получили каких-то новых сил Которые могли бы пройти То есть фактически все 7 политических сил Которые мы назывались 6 часов Мы подтвердили их по итогам полной работы избирательных участков Мы с вами в начале программы об этом говорили Но все-таки, может быть, кто-то к нам вот только сейчас присоединился Вы не слышите меня, да? Есть Ольга, слышите меня прекрасно Мы начинали с вами Замечательно Мы начинали с вами с этого программы Я хотел еще раз вернуться к этому вопросу По вашим данным По уточненным данным По состоянию на 8 часов Какие партии точно проходят Вот согласно данным экзотполов И кто все-таки в зоне риска И кто точно не проходит Вот давайте перечислим, чтобы зрители понимали Как трактовать эти ваши цифры Лидером является сегодня по данным экзотполов Блок Петра Порошенко 23% Народный фронт 19,5% Объединение самопомощь 11,7% Оппозиционный блок 9,9% Партия Олега Лешка 6,6% И дальше есть две политических силы Которые, как мы говорим, в зоне риска Поскольку они преодолели 5% барьер Но не достигли даже 6% Это объединение свобода 5,8% И Батькивщина, по уточненным данным 5,5% И мы точно говорим сегодня Что не преодолеют 5% барьер Сильная Украина, которая набрала 3% Ромадянская позиция, которая набрала 3,3% И Коммунистическая партия, которая набрала 3,3% Спасибо большое Пан Руслан, а как вы можете поэккоментовать То, что говорят сейчас социологи Вы рассчитываете, что после подраконки голосов Будет больше у вас? Какая там внутренняя информация? Задай нам инсайт из штаба Что там больше кажется? Нет, у нас на всех дельницах будет подраконок Мы имеем на всех дельницах членов дельничных комиссий Які відкрились и працюють Отже, я надеюсь, что подраконок будет чесный И не будет этих зложиваний Найбільше, насправді, зложиваний зараз Стосуются щодо мажоритарної складової Тобто, еще раз можно подтвердить Что ця форма выборчая недостатня Надеюсь, что, бачите, это один экзитполев Инши экзитполев показуют Трошки вищие показники Там, понад 6% Тобто, вы оптимистичны? Так, конечно, речь Скажите, а ваша особистая программа Для нового парламенту Окей, идут комбати зараз в Раду Идут в разных політичных силах Чи будет един такой комбатский лоббі? Чи каждый будет все ему копией? Я думаю, что Все-таки нам нужно будет Домовляться И мы будем находить спільную мову Для того, чтобы мы и в политику пошли Чтобы про что-то договориться И принять какие-то взаимные решения Что изменить нужно? Все Все В первую очередь Корупционную складовую Ну и провести реформу Для меня это основная Військовая реформа Потому что я військовый И для меня это кончено необходимо И дальше Это військово-патриотичное выхование молодьи Сами будем заниматься В будущем Дякую Как голосовали в регионах? Какие там были проблемы? Ну и как голосовали за рубежом? И какова реакция мира? Все это мы узнаем сразу после рекламы В начале следующего часа Дождитесь, пожалуйста Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!